Всем большой привет! Меня зовут Наташа Громова. Я очень рада, что ты здесь оказался, на этом канале. И добро пожаловать! Сегодня у нас речь пойдет, как вы уже, скорее всего, догадались, в преддверии 14-го. В принципе, вы и так могли догадаться по названию этого видео. Это логично, как бы, да. Вот. И мне бы не хотелось прям так хейтить. Мне бы не хотелось говорить то, что меня это очень сильно бесит. Или, наоборот, говорить то, что мне нравится этот праздник. Но у меня есть 5 фактов, которые я хотела бы привести, почему мне не нравится этот праздник. И почему я не считаю это каким-то праздником. Пока что их 5. И я посмотрела, что делают другие блогеры. В принципе, такие видео уже были. И вы их могли, кстати говоря, наблюдать. Но я решила снять именно свое видение по поводу этого праздника. Итак, первая причина, по которой мне не нравится 14 февраля. Или День всех влюбленных, как говорят. Вы знаете, этот праздник, в принципе, не наш, как и Хэллоуин. Так и некоторые другие праздники. Там многие отмечают праздник Святого Патрика. Насколько я могу ошибаться или нет. Мне не нравится то, что это как-то все перетянуто из Запада. У нас нет такого Святого Валентина. Именно вообще, как факт. Его у нас просто нет. Но поскольку праздник необычный. День любви. Как бы тра-та-та. Все это переносится именно в Россию. Все начинают об этом говорить. В принципе, здесь ничего плохого нет. Как бы схватывается из Запада очень много, что это понятное дело. От этого никуда не скрыться, не убежать. Но мне кажется, что очень слишком большой акцент ставится на этот день. И это как-то неправильно на самом деле. Хотя, кто знает, это же только мои рассуждения. Вторая причина, по которой мне не нравится этот день. Потому что повсюду сердечки. Повсюду цветы. Повсюду всякие стикеры. Вот эти поздравления друг друга. Вот это вот все. То есть все это происходит в один день. Все говорят об этом в один день. Обилие цветочков это просто какой-то трэш. Их настолько много. Обилие вот этих вот сердечек в один день. Их столько много на самом деле. Ребята, это просто какой-то кошмар. Серьезно говорю. И все тебе присылают. И все тебя поздравляют. И это просто постоянно прям. И так много. Ну, не знаю. Почему такого нет в другой день? Например. Почему вы там те же стикеры с сердечками не присылаете в другой день? Я просто считаю, что в любви нужно признаваться, если вы любите человека каждый день. Не обязательно в этот день. Это как 8 марта. То есть все поздравляют женщину только один день в году. Ну, как-то не знаю. Это то же самое. Ну, бредовая, короче, идея. Серьезно. Поэтому, если вы любите человека, говорите об этом каждый день. Не обязательно. Если вы хотите признаться в любви человеку. Не обязательно нужно тянуть именно до этого дня. И говорить именно в этот день то, что вы его любите. Как бы, ну... Это не логично. Опять же. Третья причина. Я уверена, что наверняка она есть у всех. Она есть у всех в школах. Девочки дарят Валентинке другим девочкам. Как бы... Ну, я не говорю, что это плохо. Но это очень странно. То есть девочки поздравляют девочек. То есть, изначально как было, что мальчики пишут Валентинкам девочкам. Девочки пишут мальчикам. Здесь же все вот так вот. Ну, понятное дело, что мальчики следят позже. И поэтому все дарят Валентинке, как бы, позже. Замужем другие Валентинки идут. Более взрослые, так скажем, да. Вот. Но и в школе всегда... Всегда вот... У нас был такой ящик, где мы все на переменах складывали эти Валентинки. И... Я получала только от девочек, как бы. И сама писала только девочек. Но, кстати, у меня была одна Валентинка от мальчика. И я хочу об этом, как бы, рассказать, наверное, в другом видео, скорее всего. Да, в другом видео вот. И об этой нелепой традиции говорили уже очень часто. И разные блогеры говорили. Ну, в общем, да. Это очень такая странная традиция. Дарить друг другу Валентинки девочке девочке. Ну, хорошо. Пусть будет так. Четвертая причина. Очень непонятный выбор подарков. Вот. Очень непонятно. То есть, если бы я была парнем, я бы знала, что подарить девушке на 14 февраля. То есть, тут, как бы, выбор, на самом деле, просто огромный. Просто огромный. Там, начинают косметики, да, заканчивая, там, какими-нибудь специальными сертификатами. Например, на прыжок с парашютом, или что-нибудь еще один, на какую-нибудь поездку. Ну, в общем, выбор просто нереально огромный. Что же дарить парню на 14 февраля, это просто... Ну, я, в принципе, знаю, что можно подарить, как бы, но я не думаю, что... Здесь уже, как бы, круг сужается, понимаете? То есть, тут надо думать, что же можно подарить. Причем, вы же не подарите, там, косметику, правильно, или конфеты, вот эти сладкие. Как бы, ну, тут надо уже задумываться и понимать. И... Ну, короче, это сложно, а сложно, вот. И поэтому это было всегда самое сложное для меня. Поэтому я никогда ничего не дарила. Вообще, для меня выбор подарков, это отдельная тематика. Возможно, я даже сниму видео отдельно тем, потому что для меня это тоже очень сложный выбор подарков. Ребята, это трэш, честно. Поэтому... И пятый пункт. Так как 14 февраля любой информационный повод, соответственно, 14... Соответственно, День влюбленных, это повод. Ну, теперь уже как бы, да, так и есть. Мы смотрим новости, мы смотрим всякие фильмы, где указывается про 14 февраля День влюбленных. Сериалы снимают отдельные серии на эту тему, фильмы даже есть посвященные 14 февраля. Что еще? Интернет-магазины делают отдельные сноски, то есть отдельная страничка, которая открывается, типа, что подарить. Вы выбор подарков понимаете, то, что как на любом подобном празднике, а этот праздник больше, я так считаю, что все-таки для девочек, информационный повод таков, что на вас зарабатывают деньги. И так как я очень люблю маркетинг и очень долго этому училась, я знаю одну вещь, что на вас в этот день зарабатывают. И зарабатывают, причем, ну, очень хорошие деньги. 14 февраля это также лишние подарки, лишние покупки конфет, цветы, вот как раз-таки. Тут идет очень большая работа у флористов, идет очень большая работа у интернет-магазинов, которые зарабатывают на этом деньги, именно которые развозят подарки и цветы, какие-то фокусы. Некоторые улетают в другую страну, а, соответственно, многие люди, поддавшись этому маркетингу, женятся в этот день, думая то, что этот день как-то, я не только им запомнится, но и из-за того, что они, допустим, распишутся или сыграют свадьбу в этот день, у них будет просто шикарная жизнь там, и это любовь навсегда, тра-та-та, тут вот все прям можно поднять, как вихрем в эту тему. Но, к сожалению, это не так, у всех все по-разному, я вообще не считаю, что нужно зацикливаться на какой-то дате определенной, и что если вам хочется там встречаться с человеком, там, предложите ему об этом, если вы хотите там расписаться в тот или иной день, пожалуйста. Если вы хотите гулять с мальчиком или с девочкой, то не обязательно нужно делать именно в этот день, чтобы все говорили, что, представляете, мы прям 14 февраля начали встречаться. Не в этом, это не важно, понимаете, числа это не так важно, именно в этом контексте. Поэтому я считаю, что очень глупо делать, выделять отдельный день для любви, это очень глупо. Любить нужно весь год, всю жизнь, в общем, как хотите, когда хотите. И я надеюсь, что вам жизнь обязательно повезет в плане спутника, в плане выбора спутника. Если это вам не надо, то почему нет? Можно любить родителей, можно любить работу, можно любить домашних животных, в конце концов. Меньше обращайте на такие инфоповоды, на которых вас просто зарабатывают, и которые дают вам задуматься лишний раз, что вообще, что это за день такой. Поэтому будьте счастливы и не зацикливайтесь на числах, но это не нужно, серьезно. Поэтому меньше заморачивайтесь. Вот мой девиз, меньше заморачивайтесь. Поэтому я этот день проведу, наверное, куда-нибудь поеду погулять и все. И все. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Всегда ваша грома Таша, еще скоро увидимся. И я расскажу вам одну очень забавную историю. Я не думаю, что это видео будет очень длинным, поэтому совсем скоро я выложу еще один видеоролик. Может быть, даже прямо и 14 февраля. Поэтому все-все-все, всех крепко обнимаю. Всем пока.